Их оштрафовали на полтора миллиона рублей. Так вот, как говорится, где-то убыло, где-то прибыло. Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами наконец-то что-то новенькое, новое мебельное бизнес-идея. Друзья, ну, по факту мебельного здесь, наверное, ничего нет, кроме того, что вот это фигня. Она является все-таки креслом, креслом-мешок. Как на этом можно заработать денег без вложений? Насколько это все сегодня актуально, реально? Где взять комплектующие и как сделать такое кресло своими руками в домашних условиях? Сегодня в ролике, погнали! Вариантов заниматься этим бизнесом несколько. Первый, самый простой, но самый низко рентабельный, это если вы будете просто покупать эти мешочки. У одной из фирм, которые их производят. Таких фирм достаточно много. Вот сегодня на одной из таких я был, покупал у них пенополистиролный наполнитель. И заодно взял два таких мешочка, уже готовых для детей. Это самый дешевый для вас, самый низко рентабельный, низкоприбыльный вариант, когда вы просто заказываете у производителя и перепродаете дорожек. Как перепродавать? Я уже вам сегодня рассказывать, наверное, не буду. Вы прекрасно знаете, что есть маркетплейсы, авито, лендинги, одностраничники, сайт и так далее. Как настраивать рекламу? Это все на нашем канале. Вы можете посмотреть в ранее выпущенных роликах. И если вы, кстати, еще не подписаны, обязательно подпишитесь на наш канал и оцените этот ролик. Второй способ вести этот бизнес, это, по-моему, самый оптимальный вариант. То есть тот вариант, когда вы берете пенополистирол, вот этот наполнитель уже в мешках, привозите к себе в цех и покупаете отдельно ткань, отдельно молнию, отдельно люверсы. То есть вкладываете деньги непосредственно только в себестоимость данного продукта, данного товара. Сами все кроите, сами все шьете и продаете. Третий вариант самый высокоприбыльный, высокорентабельный, но потребует определенных вложений. То есть этот вариант, когда вы делаете себе полноценное производство, ставите огромные бункеры для сушки пенополистирола, ставите так называемый огромный чайник, то есть вспениватель, гранул пенополистирола, который вспенивается, в 10 раз увеличится в объеме. Вы себе ставите швейные машинки, набираете цех, и тогда у вас уже получается полномасштабное производство, и вы делаете их там сотнями. И как мне сказал сегодняшний продавец этого пенополистирола шариков, под Новый год таких вещей, они в 2021, правда, году, в том году, производили 150 штук в день. При стоимости одной единицы товара, даже возьмем 4000 рублей на маркетплейсах, это достаточно хороший оборот. Ну, давайте же по порядку, что нужно из материалов для того, чтобы сделать вот такой офигенский спальный мешок, спальный мешок, крестный мешок у себя дома. Потребуется ткань, в моем случае это сигнальная ткань, она влагозащищенная, и это ткань для того, чтобы можно было использовать такой крестный мешок не только в домашних условиях, но и на садово-дачном участке, оставлять это изделие прямо под дождем, чтобы было красиво интерьерно даже во дворе. Это у нас ткань, дальше молния, два люверса. Люверсы это такая металлическая хреновина для того, чтобы сделать дырочку для воздухоотвода конкретно в нашем изделии. Вообще люверсы используются еще на баннерах для размещения рекламы. Спанбонд плотности 150 грамм на метр. Именно такой спанбонд я использую в своем мебельном производстве. Вы ранее видели в роликах, где я этим спанбондом забиваю дно, то есть обратную сторону наших бокс-прингов, которые мы продаем в нашей гостинице. И самое, наверное, дорогостоящее, что в этом изделии есть, это шарики из пенополистирола, гранула, фракция где-то здесь, наверное, 2-3 миллиметра. Это самая оптимальная фракция для использования в подобном изделии. И за оборудованием понадобятся обычные ножницы и швейная машинка. Друзья, на самом деле, наверное, многие из вас уже, те, которые подписаны на наш канал, которые очень давно смотрят наши бизнес-идеи, понимают, какой это труд организовывать какой-то бизнес или какое-то производство. Бизнес – это, по сути, риск. Риск заниматься коммерческой деятельностью с целью извлечения прибыли и дальнейшего распределения по сотрудникам. Намного проще отучиться на какую-нибудь востребованную профессию, например, в IT-сфере, стать IT-специалистом. Уверен, что мои зрители не раз задумывались, как обеспечить будущее своего проекта и увеличить капитализацию бизнеса. Или как внедрить современные технологии в процессы и перевести бизнес в онлайн. Поэтому я вам рекомендую получить знания и самое важное – опыт на онлайн-программе «Лидер цифровой трансформации» от RunHix и SkillFactory. RunHix – это ведущий бизнес-вуз образования в России. Самое интересное – его выпускники основали топовые компании, такие как Азбука Вкуса и Спортмастер. Обучение проходит онлайн, так что подключаться можно в удобное время. Учиться ради знаний – хорошо, но лучше сразу ради опыта. Поэтому на программе вы будете работать над реальным проектом для текущей работы для компании «Мечты» или для собственного цифрового стартапа. Все преподаватели – действующие специалисты из топовых IT-компаний. Это отличная возможность завести полезные знакомства, привлечь потенциальных партнеров и покупателей. Вы можете узнать больше, перейдя по ссылке в описании или по QR-коду на экране. А сейчас на программу действует скидка целых 30%. Друзья, ну теперь арифметика. Самое главное – сколько это все стоит и где это все продавать. Значит, самое сложное, что найти для всего этого производства – это пенополистироловые шарики, которые стоят… Ну, я нашел самые дешевые – 2500 за 1000 литров. То есть, в один такой мешок идет в 4XL 300 литров. То есть, давайте сразу считаем. На один такой мешочек уходит 2,5 умножить на 0,3. И 750 рублей – это только пенополистирол. Сразу скажу из опыта, так как у меня уже были швеи, отшивали уже диваны в больших количествах, сшить два таких чехла где-то в районе 300 рублей при условии, что у вас человек будет на каком-то объеме работать. Если же вы хотите начать делать эти мешочки поштучные, попробовать, что я вам, в принципе, рекомендую начинать именно с маленького объема, то такие чехлы может сшить, а ваша соседка, соответственно, если вы не обладаете какими-то навыками шитья, и у вас нет жены, бабушки, невесты, девушки, которая обладает швейным мастерством, соседка, швейное агентство, швей на дому, зайдете в Авито, там миллион объявлений, сшить – это не проблема. Я думаю, максимум 500 рублей, даже если это вы возьмете, кому-то отдадите на одиночный заказ. 750 – это у нас пенополистироловые шарики. Если вы будете заниматься производством вот этой вот фиговины дома, а именно когда вы будете засыпать вот эту прекрасную перфекционистскую массу в виде пенополистироловых шариков, фракции 2-3 мм, друзья, очень аккуратно, потому что вы не представляете, как это все сильно разлетается по комнате. 500 рублей работа полностью вся по пошиву. Мы не считаем наполнение пенополистиролом внутренний чехол, то это вы уже можете сделать сами. Итого 1250. Значит, ткани, друзья, уходят на 4XL, это огромная груша, на 4XL уходят ткани 2 метра. Ткань сейчас стоит от 220 рублей. Это наружный чехол, то есть это 440 рублей. Вот это комплекте. Здесь происходит 3 частей. Из трех частей сшиваем общую грушу. Общую грушу из 4-х. Из 4-х, да. Сшиваем. Вот этот дно, который был из двух половинок. С собой сшивается. Да, между собой две. Вот. Четвертую дольку мы сшиваем через молнию. Дольку мы сшиваем через молнию, который проходит по всему, по всей длине. Вот так. Молни сшиваем. Сширку к голову. Дучку. В голове уже вставлены два люверса. Да. И ручку. И ручку, которая сшивается. Вот. Так. Это половина от сутова. Можно ее вот так сделать. Потом это там строчка. И я поворачиваюсь. И заходит. По сути, как фантазия. Хватит так и шить. Стамбон стоит где-то в районе 50-60 рублей за метр. Это 150-х плотности, как я ввел в начале ролика. Значит, это 120 рублей и 200. 320. 320-750. Это 1070. И работает 500 рублей. 1570 рублей. Дальше прибавляем сюда два люверса. Это 20 рублей и 1000. Пусть будет 600. Две молнии 100 рублей. 1700. Для чего необходимо использовать вот эти два люверса? Для того, что когда в момент садишься в это кресло, объем лишнего воздуха выдавливается под давлением твоего тела. И он куда-то должен деваться. Если вы не сделаете эти люверсы, по факту можно без них, но не будет так практично. То есть, оно будет надуваться и постепенно под вашим весом сдуваться. Так что вот эти люверсы два использовать обязательно. По-моему, все. 1700 рублей. Это себестоимость такого изделия. А теперь вы можете все зайти в маркетплейсы. Вы можете зайти в авито. Вы можете зайти просто в гугли запить. в спальный мешок и посмотреть. Высота этого мешка метр. Метр сорок. Метр двадцать. Молния. Метр сорок мешок. Объем. Объем этого мешочка. 300 литров. Как я уже сказал. 4 XL. Зайдите, посмотрите, сколько он стоит. Я думаю, за 4000 рублей вы его даже не найдете. А теперь самое интересное. Почему это будет продаваться? Почему это будет востребовано? Объяснение в начале ноября. Для чего люди, крупная компания заказывает такие мешки. Только логическое объяснение. Может быть, только одно. Для проведения корпоратива. И я отправляю этим ребятам, зная, что они занимаются производством этих мешков, я им отправляю это коммерческое предложение. Точнее, не коммерческое предложение. Это был запрос котировок. То есть, компания Мираторг разослала многим по всей России, как я уже понимаю, раз компания Мираторг это московская фирма, а я нахожусь в Краснодаре, я получил это письмо, значит, разослали по всей России, кто может произвести данную продукцию. Я им просто чисто вот так вот, как говорится, не даже без задней мысли на чем-то заработать. Кстати, эти ребята перезвонили и спросили, Юра, какую-то цену тебе заложить, какой-то интерес. Я отказался, потому что это вообще не моя тема, не мой интерес. И я просто говорю, ну, поможет вам, поможет. Вдруг что-то вдруг выстрелит. Хотя, честно говоря, я на самом деле очень скептически отношусь ко всяким этим аукционам, тендерам. И может быть поэтому я как бы и даже и не подумал, что они сработают. Может быть так бы и что-то там 30 рублей заложил бы. Суть не в этом, друзья. Друзья, суть в том, что они выигрывают этот тендер, выиграют этот аукцион, подписывают контракт. И я как раз занимаюсь этой бизнес-идеей, думаю, позвоню, узнаю, почему у них этот пенополистирол, наполнитель. Они говорят, Юрий, а заедьте к нам в гости. Чего вы к нам не заезжаете в гости? Мы тут типа сняли уже аренду. Недалеко от нас на самом деле. В центре Краснодара у них один из ключевых моментов был, почему они ко мне не заехали. Далекая логистика. У них логистический пункт Вайлдбериса находится где-то вот конкретно в каком-то месте. Точно не знаю, но от меня это далековато. Им неудобно туда отвозить эти грузы. В итоге они забирают этот заказ. Заказ на полтора миллиона рублей по вот этим пуфикам. Вот такие вот бывают случайности. Но если уже продолжать тему, у них произошел конфликт, у этих ребят, у которых я купил эти полистироловые шарики, у них произошел какой-то конфликт с одним из маркетплейсов. Их оштрафовали на полтора миллиона рублей. Так вот, как говорится, где-то убыло, где-то прибыло. Все, что они делаются, все к лучшему. Друзья, ну так как я раньше продавал свою продукцию на Озон, я сегодня хотел бы показать вам, насколько популярный товар, а именно кресло-мешок, только в Озоне. Сколько запросов. Так, значит, давайте посмотрим. Это за предыдущие 7 дней. Если я все правильно понимаю. 1900 запросов за неделю. 282 добавления в корзину. Конверсия 15%. Средняя стоимость 300. Ну так как я вам и говорил, средняя стоимость это, видимо, за мешок. Вот смотрите, 4ХЛ, это как раз 4Х. Тот, о котором я вам говорил, 4000 рублей стоит на Озон. Но это только Озон. А у нас есть еще Вайлберисы, Яндекс.Маркеты, и еще 150 разных маркетплейсов. Поэтому товар очень продаваемый, популярный, который используется у молодежи в квартире, на гольф-клубах, в кальянах, в кафе, в барах, в ресторанах. И как вы видели сегодня в ролике, даже компания Мираторг закупила на полтора миллиона этих кресла-мешков, кресел-мешков для проведения корпоратива. Смотрите, вот в мою машину влезает 3 мешка размером 4ХЛ. То есть самый максимальный, который существует в мешок, это 5ХЛ. Вот у меня сейчас в машине четверки, и их всего лишь 3 штуки. 2 у меня лежат сзади меня, 1 в багажнике. И по сути по 3 штуки можно отвозить в маркетплейсы, ну или в магазины, делать развоз на своей машине. Соответственно, 3 штуки, это 1000 литров, это 1 куб. Ну так как он мягкий, соответственно, этот куб еле-еле впихал в машину. Если нанимать газель, то газели бывают стандартные 11-кубовые, соответственно, таких штук можно штук 30, наверное, запихать в машину, и логистика существенно удешевится, если продавать каким-то мелким оптом. Ребят, вот этот чехол, это внутренний чехол, куда засыпаются пенополистироловые шарики. Для чего его использовать? Для того, чтобы, когда вам нужно постирать по какой-то причине вот этот наружный чехол, который сделан из качественной ткани, из хорошей мебельной ткани, вы тогда достаете все вот это, отставляете в сторонку, и стираете этот чехол. Детей в распоряжении, то, скорее всего, вы это будете делать достаточно часто, наверное, раз в месяц, 100%. Крой у вот этого чехла, он соответствует полностью крою наружного чехла, то есть наружный внутренний чехол, это два абсолютно идентичных куска ткани, которые абсолютно одинаково сшиваются, разница лишь в том, что здесь у вас нету люверсов, и здесь у вас молния 30 сантиметров, на этом мешке молния метр двадцать, на всю длину самого мешка. Мешки бывают разных размеров, мешок бывает от вот такой, чисто символической игрушки, которую поставили, там, не знаю, по куколку посадить, и до 5XL. У меня сегодня в ролике 4XL мешочек размеров. Друзья, на самом деле, вот эта форма, вот этот крой, который вы видите на своем мониторе, это именно тот крой, который я взял у ребят, которые уже делают конкретные мешки. Они состоят из четырех сегментов, дно состоит из двух сегментов, и по факту это самый простой крой, но, наверное, есть еще проще, без вот этих вот овальных линий, есть просто с прямыми линиями. Если вы зайдете в интернет, если вы забьете, какие бывают формы кресел-мешков, вы найдете кучу лекал, кучу шаблонов, в этом вообще нет никаких проблем достать шаблоны из интернета. Друзья, вот такой на сегодня очень полезный, информативный, короткий ролик. Я очень надеюсь, искренне, что каждому из вас окажется полезна та или иная информация, та или иная идея, или идея из нашего канала. И, кстати, да, если вы еще до сих пор не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь и поставьте лайк под этим роликом. Поделитесь ими с друзьями. Всем добра и крепкого сибирского здоровья. Всем пока.